Мы часто обходим эту тему стороной, стесняемся, боимся говорить об этом, но все это делаем. Сегодня в рубрике Улан-Удэ-Лайф разговоры о взрослом. Мы разговариваем про воспитание, но не простое, а половое. Надо вообще воспитывать молодежь? Надо полагать. Чего? Что надо. Честно, откровенно, половой жизнью живем. Ну да. А как предохраняетесь? Я вообще замужем. Уже не предохраняешь? Мужчина я стал в 19 лет. А нынче, конечно, это беда, это трагедия. А что по контрацепции? Не пойму. Предохраняетесь? Да. Как? Жизнь нормальная? Жизнь нормальная. Женщину нашли? Нет. Не искали? Нет. Некогда? Как-то не случается. Звезды не сходятся. Дети должны знать, к чему может привести ранняя половая жизнь. И если ты не будешь предохраняться, и чем потом это может к чему привести. Аборты, потом, естественно, женщина забеременеть не может. Последствия. Да, и к тому же все венерические заболевания. А вот вы сказали, вы в 19 лет мужчиной стали, а потом сказали, это сейчас беда. А беда в смысле нет, потому что очень рано, очень рано становится, да, уже живут половой жизнью. Чем занимаетесь? Ничего, пришел в тату-салон. А, татуху будете делать? Да. Какую? Смерть. Ну, так. Ну и? Что? Как? Что именно? Подохраняетесь. Да. Вообще, если по-хорошему, мама должна разговаривать с дочкой. Да. Да. А в обязательном порядке. Ну и учить, естественно, рассказывать. Нет, такое ли вообще? Контрацепция? Ну, это предотвращение нежелательной беременности, например. Ну, жить не. Ага. Вот это победный комментарий прошлого выпуска. Вы получаете приз от наших друзей. Кто там пицца? В аптеку ходите? Да. Ну, сейчас для этого не нужно, потому что вот девушка. С вас ответственность спала, да? Да. А раньше было? Да. А раньше как предохранялись? Ну... Никак? Ну, всякое разное. Контрацепция. Пользуйтесь? Замечательная вещь. Замечательная вещь. Теперь вы это знаете, да? Нет, я всегда это знала, но теперь я в этом уверена. Это не надо, чтобы... Деньги были? Нет. Причем здесь деньги? А чего? Чтобы тело к телу прижималось. Вот я... А так, там непонятно ничего. Ну, вы легко идете в аптеку и берете? Ну, а какие проблемы взрослые? А, вы даже два раза уже в курсе. В курсе. Тело к телу, это, конечно, классно, но надо же думать о том, что потом-то последствия могут маленькие бегать. Надо успевать это все, делать. А, то есть лучше без контрацептивов, но вовремя. Да-да. Ну, я в отношениях не состою. А, поэтому свободный. Да. Портите девчонок? Ну, почему порчу? Я их не порчу. Дарите удовольствие? Да. Самое надежное средство контрацепции какое? Понятия не имею, потому что только были презеративы, и все, в общем, не знаю. Может, воздержание? Ну, может быть, да, это не про нас. Найти бы девушку, встретить. Вот, пожалуйста, кандидат. Давай поженимся. Давай поженимся. Ну, ладно. Мама с детства мне говорила, Настя, голова должна быть всегда на плечах. Поэтому в любой ситуации я осторожно и чувствую себя в безопасности. И совсем не важно, о какой именно безопасности идет речь. Пишите комментарии на сегодняшнюю тему и получайте подарки от наших друзей и партнеров. Кто там пицца? И думайте головой. Пишите комментарии на сегодняшний день. Пока! 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 Продолжение следует...